Сегодня я буду говорить о силе радости. О силе радости. Я отвечу на несколько вопросов важных, жизненно важных для вас. Почему важно радоваться в жизни? Как мы можем иметь эту радость? Какая формула счастья? И многие, многие другие вопросы. Я хочу просто с Божьей помощью просто ответить для вас и пусть это слово послужит для вас благословением. Запомните, что наивысшее удовлетворение человека или довольство, оно выражается в радости. Оно выражается в радости. Если человек действительно доволен и удовлетворен, он не может не радоваться. И то, что вы уже слышали, формула счастья, она тоже очень простая. Если вы хотите быть счастливыми, то это не карьера, это не деньги, это даже не дом, а это умение радоваться в жизни. Умение радоваться в жизни. Вообще, вспомните свою жизнь. Что вы делали, например, когда вы покаялись? Скажите, пожалуйста, мне. Что вы делали, когда Бог крестил вас с Духом, все это милеводное крещение вы принимали? Что вы делали? Радовались. Спасибо. Поэтому в Библии, например, не случайно написано, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Это было в самом начале. Еще тут брат только просил благословения, он уже просто напомнил нам всем это слово. Радуйтесь всегда в Господе. Вообще, Библия настолько как бы широко раскрывает эту тему, что в Библии 330 раз упоминается о радости. И христианин, он имеет, можно сказать, множество возможностей или множество причин для радости, хотя и не все, к сожалению, что радуются. Но именно радость определяет качество нашей жизни. Еще раз, именно радость определяет качество нашей жизни. Если, например, у вас есть здоровье, у вас полный холодильник, дом, работа, но вы не имеете радости, нет в этом всем никакого смысла. Нет в этом всем никакого смысла. Поэтому ни размер кошелька и ни дом определяет качество нашей жизни, но именно что? Радость. 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 Вы видите вот этих радующихся личностей. Господи, благослови нас, жить так, как хочешь этого Ты. Поэтому следующий вопрос, на который я попытаюсь ответить, почему важно улыбаться и радоваться в жизни? Вы видите, что в радости есть огромная сила. Вы дарите праздник самому себе. Вот представьте себе сейчас, если бы я раздавал пригласитель на какой-то пир и вас пригласил на какое-то особое мероприятие праздничное, вы бы получил это приглашение, радовались? О, я буду там, меня пригласили. Это нормально. Но послушайте меня. Есть совершенно новый или более высокий уровень, который даже не зависит от этих приглашений. Что это за жизнь? Библия говорит, что есть состояние человека, для которого всегда пир. Вы видите этот стих. Смотрите. Все дни несчастны, но печальны. А у кого сердце весело, у того всегда пир. Вот представьте себе, человек пирует, идя по жизни. Постоянный праздник, нескончаемый. И только потому, что человек что-то имеет, что не имеет другие. Какая причина, почему он так живет? Потому что у него радостное сердце. Как хочется так жить? А вам хочется? Да или нет? То, пожалуйста, улыбнитесь друг другу. Улыбка ничего не стоит, но так много дает. Она длится мгновение, а в памяти остается навсегда. Почему, например, когда фотографируют, просят вас улыбаться? Почему, например, когда вы смотрите фотографию, и там нет вашей улыбки, вы вряд ли ее хранить будете? Неужели надо улыбаться только на фотографии? Кстати, когда сегодня еще хор только начинал петь, я сделал две фотографии. Просто я не просил смайл, просто сделал две фотографии. Вы видели детей, которые улыбались, помните? Кто-то это монтировал, но там нет ни одной фотографии, где такие сад, лица печальные, серьезные. И никогда не будет. Когда здесь Павел или другие, они говорят, выходят здесь, пожалуйста, улыбнитесь друг другу. Это знаете, что это за призыв? Что он значит? Это просто направление, как мы должны жить, идя по жизни, улыбаться. Не просто, если вы здесь улыбнулись на секунду, это вам мало поможет. Хотя хорошо, хоть так. Но это должно быть хорошим началом, это должно быть частью нашей жизни. Господи, я просто вас вдохновляю так жить во имя Иисуса. В радости огромная сила. Радуй, свидарите праздник самому себе. Разве это не чудесно? Часто мы не имеем то, что мы должны иметь. Мы откуда-то ушли, а куда-то не пришли. Но если мы оставили какую-то печальную, унылую жизнь, мы должны обладать тем, чем другие люди не обладают. И эту жизнь распространять, радуясь, радовать других. Вы готовы сказать аминь? Пусть вас Бог благословит. Пока я вижу мало улыбок, но надежда есть. Следующее, почему важно улыбаться и радоваться в жизни, это желание Бога и воля Божья для человека. Это воля Божья для человека. Вот почему мы должны радоваться. Смотрите, всегда радуйтесь. Вас это не удивляет, христиане? Не написано иногда. Не написано на праздники. А как написано? Всегда. Какая прекрасная жизнь. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова воля Божья во Христе Иисусе. Вы вообще хотите волю Божью исполнить? Да или нет? Да. Некоторые идут пророкам и ищут откровения. Господи, я хочу знать Твою волю исполнить. Неплохо. Но вот воля Божья для человека. Воля Божья для человека. Всегда радуйтесь. Хотите исполнить волю Божью? Знаю, что хотите. Радуйтесь. Радость, угодная Богу. Мы всегда радуемся, потому что велик Бог, в Котором мы веруем. Царь царей доверил нам прекрасное служение. Быть Его посланниками, представителями на земле. Поэтому хотите исполнить волю Божью? Радуйтесь. Особенно прошу дома. Вот представьте себе, вот человек мечется по кухне, улыбается, радуется. Представьте себе такого человека. Иногда мы можем так кому-то улыбнуться приятно в церкви. Дома, дома, дома. Вот эти унылые лица, они подавляют. Они просто расстраивают. Они несут в себе жизни. Вы можете быть заняты, вы можете делать какие-то дела. Но чем наполнено твое сердце? Вот в чем смысл христианской жизни. Поэтому я прошу вас, обратите на это внимание. Еще почему мы должны радоваться и улыбаться в жизни? Библия говорит, что это плод Духа. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, крутость, воздержание. Все. То есть радость – это результат общения с Духом Святым. Если мы говорим о плодах, то бесплодное дерево Богу что? Неугодно. Оно будет срублено. Царство Божие внутри вас есть, и это царство выражается в радости, в мире, в любви. Радость, почему ее не видно тем, кому навек она дана? Почему до горечи обидно, что душа так радостью бедна? Господи, умножь в нас радость. Итак, радость – это плод Духа. Это не просто какая-то деятельность. Это состояние сердца. А именно от этого зависит результат всех твоих действий и служений. Аллилуйя! Да будет имя Бога благословенно, потому что Он есть живой и вечный Бог. Аллилуйя! Вот, например, девушки все знают, и парень, если подошла какая-то девушка, или парень, просто поговорить и познакомиться. Первое, что надо, кто знает? Улыбаться. Почему-то он уйдет. Убежит! Но неужели нельзя, или не надо жене улыбаться, или мужу? Если вы уже перезнакомились. Неужели не надо? Господи, помоги нам жить так, как хочешь этого Ты, чтобы в конце концов мы не были срублены, как бесплодная смоковница. Дальше, почему мы радоваться должны в жизни, следующий момент, это то, чем мы должны служить Богу и людям. Это серьезно. Смотрите. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто с ним служит Христу, тот угоден Богу и достойен одобрения от людей. То есть, от того, чем наполнено наше сердце, зависит результат и успех. Еще раз. Ибо Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость. Обратите внимание. Во Святом Духе, кто этим служит Христу? То есть, это не выученная песня, стих, даже не проповедь. А это готовность делать то, что ты желаешь делать. Это состояние твоей души или твоего сердца. То есть, если, например, в тебе нарушен мир, то здесь тебе делать нечего. Или ты потерял ее по дороге. Это относится и к служению в церкви, и дома. И если радости нет, ты улыбаешься с трудом. Выученные ноты мало помогут. Есть вещи, которые притягивают, привлекают к себе. Есть вещи, которые располагают, и мы об этом говорим сегодня. Радуйтесь, святые люди. Бог наш грядет во славе. Его имя, да будет благословенно. Это начало всех начал. Это то, как должно начинаться мое служение. Нормально, когда человек приходит и говорит, там, пастор или служитель, я еще не знаю, каким служением я буду заниматься, буду я там проповедовать, петь, или просто буду в группе порядка, но я готов. Я внутри готов. Я радуюсь. Я спокоен. Любовь переполняет меня. Я хочу этой любовью делиться. Поэтому я прихожу к человеку, если я распространяю радость, имею, это располагает. И только получив это расположение, вы можете посеять любовь, поделиться любовью. Какая это прекрасная жизнь. И это лучшее, что мы можем иметь в Иисусе Христе. Аллилуйя. Будьте благословенны и служите Господу Богу с радостью. Мы продолжаем тему, почему важно радоваться в жизни. В следующий момент радость положительно влияет на других. И с радостными людьми приятно общаться. То есть радость имеет огромное влияние на людей. Поэтому нам важно быть добрым, а не злым. Правда или нет? Запомните, от светлых улыбок твоих зависит не только твое настроение, но тысячу раз настроение других. Вы меня слышите? У вас так бывает, нету настроения. Вы живете по настроению, по погоде или по состоянию вашего сердца. То, как люди живут, нам это известно. Но у нас должна быть самая благословенная жизнь. Поэтому действительно с радостными людьми приятно общаться, а с унылыми даже опасно. Всем приятно быть в обществе радостных, счастливых людей. Будьте благослованы. Следующее. Почему важно радоваться? Радость располагает людей слышать и принимать благую весть. То есть счастливый приобретает многих. Радостный тот, чел он располагает других. Мы всегда радуемся, потому что у нас есть любящий Отец на небе. Мы особо благословенны и счастливы в нем. Мы род избранный. Царственное священство. Народ святой. Люди взятые в удел. Безрадостный человек не способен окрылять и зажигать других. Даже если очень хочется. Люди сначала смотрят на нас, а потом слушают. Аллилуйя. Следующий момент. Почему важно улыбаться и радоваться в жизни? Радость всегда врачует. Это хорошо для нашего здоровья. Когда вы собираетесь в небольших группах и говорите о здоровом питании, начните отсюда. Я говорю искренне, потому что и питание вам потом мало поможет. Радость врачует. Смотрите, веселое сердце благотворно, как врачиство. А унылый дух сушит кости. Веселое сердце благотворно, как врачиство. Как сегодня не хватает этих врачей? Какая невероятная нужда в них? Вы даже не представляете. Я, проходя вот какие-то курсы лечения, говорил вам, как там работает все это. Система работает просто. Есть расписание, график, есть врачи, которые занимаются тобой, лечат. Если только ты приуныл, они увидели это по лицу или поняли свои слова, сразу приходит психиатр. Вам вообще помощь психиатра надо? Вообще общество, которое окружает нас, что они больше определяют, что это надо где-то ближе к госпиталю. Но мы еще пока не в госпитале. Мы здесь. Но Библия призывает нас действительно радоваться. Веселое сердце благотворно, как врачиство. Что это значит? Это лучший иммунитет против всех болезней. Это лучшее средство, которое человеку предлагает сам Бог. Запомните, там, где царит уныние, там угасает жизнь. Человек просто медленно умирает. Но веселое сердце – это лекарство, которое способно врачевать других. Господи, помоги нам так жить. Независимо от обстоятельств радоваться. И быть благословенным и здоровым. Радость, она врачует. Почему? Потому что Бог начинает работу свою из Духа. И когда Он восстанавливает Дух, тогда приходит исцеление в душу и тело. Многие люди этого не понимают. Они просят просто физическое исцеление. Но это иногда мало работает или не помогает, когда человек сломлен внутри. Ни психиатра, ни Господь не в состоянии помочь. Почему? Потому что Бог начинает работу свою из Духа. В Дух наш приходит радость, упование, надежда, вера, дерзновение. И когда ты этим обладаешь, ты можешь получать то, что желает тебе дать сам Христос. Аллилуйя! Будьте благословенны во имя Иисуса. Мы идем дальше. Почему важно радоваться в жизни? Радость, она укрепляет. Она обновляет наши силы и физические, и духовные. Радость пред Господом есть подкрепление для вас. Я читаю стихи из Библии. И не печальтесь, потому что радость пред Господом есть подкрепление для вас. Человек может оставаться в печали долгое время. Но чтобы получить подкрепление, что-то должно произойти во мне. И радость, она что-то меняет в наших судьбах. Она приносит нам утешение и подкрепление. Смотрите, именно радость поможет вам сохранить хорошее здоровье, наслаждаться счастьем в семейной жизни и даст вам силу выстоять в трудных обстоятельствах. Какая благодать! Я говорю очень серьезные вещи. Именно радость и надежда поможет вам сохранить здоровье. Именно радость поможет вам наслаждаться дома, в семье. Можно жить, можно пережидать, а можно наслаждаться. А иначе будет, слава Богу, что он ушел, или, слава Богу, что она ушла. Пауза, перерыв. Какие ваши лица в каждодневной жизни? И это поможет вам выстоять в трудных обстоятельствах. Мы радуемся, потому что Бог любит нас. Мы радуемся, потому что Бог заботится о нас. Да или нет? Мы радуемся, потому что Бог поддерживает и хранит нас. Бог благословляет нас. У нас праздник Господу. Праздник не по календарю, а по состоянию нашего сердца. Если вы еще не вдохновлены этим словом, я вам просто цитирую слова из песни. Послушайте, а потом мы ее споем. Радостью буду радоваться в Господе. Веселится душа моя о Боге моем. Почему? Он облег меня в рызы спасения. Вы слышите меня? Радость – это лучшее лекарство для печальной души. Халлелуя! Слава! Слава Христу! Дальше, почему радоваться важно в жизни? Радость утешает и защищает. И каждый новый день дан нам для радости. Слава Богу! Вообще, слышите, в темные времена очень хорошо видно светлых людей. И не так важно, какая тьма окружает тебя. Важно то, что происходит у тебя внутри. И это все отражается на твоем лице. Господи, помоги нам так жить. Никогда не позволяйте дьяволу навязать вам плохое настроение. Не живите по погоде, по настроению. Так живет мир, так живут все. Если ты однажды пришел к Богу, у тебя другая жизнь. Будьте благослованы. Вы видите стихи из Библии. «Сей день сотворил Господь. Возрадуемся, восвезелимся в онный». То есть, мой подход к жизни такой, если я начинаю день, и я не возрадовался, то все, что я буду делать в течение дня, оно будет скрипеть, репеть. Расстраивать, настраивать. Ну и так дальше. Но когда ты просто, начиная свой день, возрадовался, этот день будет особо благословенный для вас. То есть, Бог продлевает жизнь каждого из нас. Бог дарует тебе новый день для радости. Если ты не радуешься, ты просто не ценишь жизнью. У тебя нет правильного отношения к жизни. Тебя кто-нибудь расстроил, и все идет наперекосяк. Ты просто плывешь по жизни, идешь по течению. Ты не пытаешься как-то изменить что-то внутри себя. Тебе хочется, чтобы все поменялись, лишь бы тебя не трогали. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Скажите, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому, пожалуйста, даже, друзья мои, для роста церкви, а мы в этом заинтересованы, необходимо утешение и радость. К безрадостным людям люди не идут. Это общение тяготит человека. Он долго там оставаться не будет. Вот смотрите. Обратите на это слово внимание. Церкви уже по всей Иудее, Галилея, Самарии были в покое, находясь в страхе Господнем и притяжение Духа Святого умножались. Было утешение, была радость, было умножение и был рост. Духовная атмосфера в церкви определяет жизнь в церкви. И если она здорова, туда люди бегут. И там, где люди улыбаются и радуются, это притягивает других, как магнит. Во имя Иисуса, будьте благословенны и радуйтесь, потому что у нас есть тысячи причин для радости. Радость – это надежная защита от всех проблем. Иногда вы промолчав, просто промолчав, вы можете избежать многих проблем, а улыбнувшись, вы многие проблемы решите. Самая лучшая защита, когда на вас нападает, это улыбка. Аллилуйя! Аллилуйя! Вот вас придавили, просто вас обидели, просто вам причинили какую-то боль, оскорбили вас, и хочется так ответить, так хорошо, чтобы человек почувствовал. Попробуйте улыбаться. Тот, который атаковал вас, он будет растерян. Он будет думать, куда я попал и где мои вещи. Он не будет знать, что дальше делать. Пожалуйста, улыбайтесь! Не просто встречая друг друга, когда встречаете кризисы, недопонимания, вражду, запомните, это лучшая улыбка. Это лучшая улыбка. Будьте всегда радостны. Через эту несокрушимую стену не сможет проникнуть никакое разрушение. Аллилуйя! Слава Иисусу! Будьте благословены в имени Иисуса Христа! Последний, десятый момент. Надеюсь, вы их запомнили или записали. Десятый момент. Радость – это путь к новым благословениям. То есть умножение возможно. Умножение будет. Но как мы это можем иметь? Послушайте. Библия говорит, в радости будете почерпать воду из источников спасения. Что это значит? Когда вы пришли к Богу, уверовали, покаялись и признали Иисуса Христа своим Господом, вы обрели спасение. Правда? Когда вы обрели спасение, вы для себя открыли источник, с которого вы можете черпать все остальные благословения. Но как вы можете эти благословения черпать только с помощью радости? Скажите, слава Богу, что я имею в виду? Например, у вас есть какая-то проблема, вы не молитесь, вы не получаете ответа. Но вы уже спасены. Да или нет? Вы можете из этого источника черпать силу и дерзновение для получения новых благословений. Одна мне говорила недавно женщина, я просто разуверилась в Боге, потому что я просила что-то у Бога, а Он мне этого не дал. и таких немало. Таких немало. Мы об этом будем говорить много, но я хочу вам сказать, есть откуда черпать, если человек спасен, если он понимает вот этот план Божий, то есть вот как бы сказать вот это то, что я спасен, это как ковшик, благодаря которому я могу черпать все остальные благословения. А когда я потерял эту надежду, я не имею этого источника, все остальные источники открывать для меня очень трудно. но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Мы дети Божьи, мы всех счастливые, мы всех счастливые здесь на земле. У нас есть любящий Отец, который любит и заботится о тебе каждый день. Вот почему, когда Христос воскрес, первое, что Он сказал после воскресения Своим ученикам и людям, Он сказал что? Радуйтесь. Радуйтесь. Мы не так часто слышим проповедя на подобные темы. И может быть вам трудно понять, что желает передать сегодня пастырь. Но я еще раз повторяю, это часть моей жизни. Без этого победоносная жизнь невозможна. Я улыбаюсь и радуюсь не потому, что у меня все хорошо, но я ценю то, что я имею благодаря Господу Богу. И то, что я имею оно не сравнимо ни с чем. Потому что я им спасен и благословен. А все остальные благословения придут в свое время. Бог богат благословениями. Он есть любящий Бог. Господи, помоги нам так жить во всем подражая Тебе. Как хочется Бога прославить. Послушайте меня. Даже молча. Часто мы не ценим эту проповедь, не обращаем на нее внимания. Но послушайте меня. Люди сначала смотрят на нас, а потом нас слушают. Господи, помоги нам так жить. Вы даже не представляете, как изменится наша жизнь, когда мы это примем, слово верою, и будем так жить. Люди будут вас искать. Ваше служение, пение будет другим. Вы будете зажигать других. к жизни, аллилуйя. Вам захочется делать то, что они делают. О, Господи, Боже, помоги нам так жить, потому что церковь Иисуса Христа будет встречать Христа с пением и радостью. Я в это верю и к этому стремлюсь. Поэтому, друзья мои, я вдохновляю вас так жить. Вы еще живые? Я не буду заканчивать проповедь, но скажу хотя бы один-два момента. Как мы можем эту радость иметь? Как? Как? Вы видите здесь, что радость это состояние человека благодарного Богу. Это состояние человека, когда человек относится к жизни как к празднику и ценит каждый прожитый день в жизни. Этот человек не просто прожигает жизнь, но он наслаждается жизнью, он доволен и благодарен. Итак, смотрите, как физические болезни похищают в человека что? Радость. Правда? Бывает. Бывает. Так недовольство и ропот порождают духовные болезни и похищают радость. То есть в этом состоянии человек радоваться не может. Он может иногда улыбнуться, но радоваться он не может. Но радоваться он не может. Поэтому пожалуйста, ропот и недовольство или благодарность это ваш выбор. У вас есть причины для недовольства, но у вас есть тысячи причин для радости. Чему вы отдаёте предпочтение? так протекает твоя жизнь. Такие будут результаты. О Господи! Помоги нам так жить. За всё благодарите. Почему? Потому что радость способна творить чудеса. Послушайте, счастье человека состоит в том, человек счастлив тогда, когда он перестаёт просить то, о чём он просит и начинает благодарить за то, что у него есть. Аллилуйя! Нам постоянно чего-то не хватает. У нас постоянная нужда. Это жизнь. Но эти нужды будут восполняться по мере вашего духовного роста, по мере вашей радости. в вашей душе. Я просто вдохновляю вас так жить во имя Иисуса. Будьте благословенны и пусть Божье имя прославится в каждой судьбе. Я говорю искренне, у меня там ещё семь пунктов есть. Как мы можем получить эту радость? Но я думаю, мы поговорим это в другой раз. Как хочется так жить? Это нормальная жизнь христианина. Это жизнь победы. смотрите, смотрите, как жили наши правцы. Нас огорчают. Как там написано дальше, кто знает? радость. А мы всегда радуемся. Было бы нормально написано, если нас не огорчают, то мы радуемся. здесь написано, прописная истина нас огорчают, но мы всегда радуемся. Почему? Потому что радость наша не зависит от обстоятельств, не зависит от отношения других людей. Радость зависит от состояния нашего сердца. Аллелуя! Христос пришел в мир, чтобы заменить печаль на радость. Это Его миссия. Ради этого Он пришел на землю. Съезд сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенно. Что диктует тебе твое настроение? от чего у вас печальные лица? Помните этот вопрос задал Иосиф однажды? Это была тюрьма. Нас огорчают, нас посадили. Все должны понять, куда я попал и что со мной происходит. Посмотрите на меня, какой я расстроенный, потому что остальные на свободе, а я здесь. Они нас огорчают, а мы всегда радуемся. И таких людей я встречал немало. И эти люди служат благословением огромным для других. Когда мы будем молиться, я прошу вас, открывайте свои желания пред Богом. просто будьте благословенны. Я жду того момента, я об этом мечтаю и молюсь, когда все мы будем сиять радостью в лицах, глаза наши будут светиться, и мы будем излучать, мы будем проводниками Божьей радости и Божьей благодати. Я так хочу этой жизни. Время пения настало. У нас здесь шикарная жизнь. Мы живем в изобилии и даже здесь встречаются недовольные лица и люди. Господи, где мои вещи, куда мы попали? Господи, помоги нам жить так, как хочешь Ты. Господи, Боже, возврати, потерянную радость. Аллилуйя! Господи, возврати все, что мы потеряли. Господи, просто умножь у нас радость. Умножь у нас радость. Не случайно написано, всегда радуйтесь. Если бы этого невозможно было, Бог бы вас к этому не призывал. Но то, что невозможно человеку, возможно Богу, радуйтесь, будьте благословенны, возвратите все потерянное вами, умножьте радость, сияйте от счастья. Я вас всех очень люблю. Будьте благословенны и живите в победе. Ему вся слава. Во веки веков. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...